дорогие друзья всем привет сегодня у нас идея ужином этот ужин у нас будет легкий быстро его несложно приготовить будем делать рис по-турецки для этого мне понадобится стакан риса и немножечко вермишельки сливочное масло ну и к рису конечно же сделаем гуляш у меня небольшой кусок свинины хотела делать из говядины для этого не специально покупала но муж попросил сделать из свинины и лук перец и помидорчики в гуляш также понадобится перец соль и приправы какие вы любите поехали в первую очередь нам надо промыть рис и так рис я промыла несколько раз чтобы вода была не белая там а прозрачная и теперь внимание заливаем кипятком на 10 минут помешаем его немного ведь вода опять начинает белить когда я снова вода была уже прозрачная и так на разогретую сковороду добавляем грамм 30-40 сливочного масла сюда же добавляем чайную ложку соли помешаем и сюда всыпаем мишельку в турции конечно сыпят не в ремешель там есть такие макаронные изделия форме риса и вот они используют те макаронные изделия сюда но так как у нас такого нету я использую вермишель получается не хуже вот тоже очень нравится ну пусть обжарится у нас вермишель до золотистого цвета а я пока займусь мясом мясо я нарезала вот такими вот кусочками можно любыми произвольными а теперь нам надо промыть еще рис в этой воде в горячей и слить его рис я слила вермишелька обжаривается чуть-чуть поставила сковороду для мяса она уже нагрелась наливая масло можно уже класть мясо и пусть немножко обжаривается вермишелька уже обжарилась принципе этого уже достаточно больше не надо нам ее обжаривать добавляем сюда рис риса у нас был один стакан значит воды надо добавить два стакана один второй стакан перемешиваем закипит и накрываем крышечкой делаем огонь совсем маленький пускай стоит конец здесь начинает кипеть я помешаю закрою уменьшаю вас я уже лук нарезала перец немного обжаривается теперь добавляю лук лук с мясом обжаривается лук с мясом обжаривается здесь у нас тут конец лук с мясом обжаривается еще немножечко осталось еще немножечко осталось здесь вот готов добавлю перчик болгарский и одну штучку перемешаю все а теперь я делаю так делаю вот такое вот в пустое место и добавлю сейчас сюда две столовые ложки можно поменьше даже полторы наверно томатной пасты теперь мне надо чтобы томатная паста обжарилась она если когда обжаренная дает цвет красивый и не ворчит немного обжарится и я перемешаю с мясом и овощами потом можно будет добавлять помидоры просто обжаривается начинается он потихонечку начинает сворачиваться в принципе достаточно теперь можно все перемешать с пастой теперь добавляю сюда нарезанные пару помидорчиков все перемешаю прошло где-то минут пять теперь наливаем кипяченый лады пускай наш гуляш тушится гуляш оставляет тушиться где-то на полчаса ну а рис рис уже готов рис получается очень рассыпчатый не слипшийся вообще классный видите какой рисинка крисинки все рис готов ждем пока будет готов гуляш я попробовала гуляш не хватило немного соли я подсолила поперчила добавлю один лавровый листочек я не особо его люблю для аромата пускай будет один берем полторы ложки муки наливаем в кружку холодной воды и хорошо перемешиваем налила воды стараемся хорошо перемешать муку чтобы не было комочков муку я размешала в холодной воде теперь вливаем комбуша прибавлю перемешаем сейчас наш гуляш будет немножечко загустевать будет чуть погуще как настоящий гуляш в советское время хотя если кому-то не нравится погуще можно поставить так как было просто бульон но я люблю когда овощи побольше разварятся когда они практически там и не видны будет я так люблю поэтому я буду тушить подольше так вообще на любителя кто как любит гуляш готов можно садиться ужинать вот такая порция у меня получилась плюс витаминный салатик с огурчиком всем кто кушает приятного аппетита сейчас мы тоже будем ужинать всем здоровья мирного неба кому понравился мой ролик ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и всем пока пока пока